Все мы отлично видим, что библейская битва добра и зла не окончена. Она и сегодня идет на всей планете при различных обстоятельствах и в самых необычных обличиях. Чем подобное противостояние заканчивается, мы хорошо видим на нашей родной и братской Украине. Но недаром говорят, что самое темное время перед рассветом. В такой непростой период ясно видишь, кто враг, а кто друг. В год исторической памяти мы, белорусы, пережившие немало, вновь противопоставляем западному лицемерию свою спокойную белорусскую мудрость и померкованность. Больше года прошло, как владыка не с нами. Но все еще трудно говорить о нем в прошедшем времени. Не хватает его голоса, неизменной доброжелательности, тонкого юмора, мудрого, отеческого совета и молитвенной помощи. Но как духовное завещание мы часто вспоминаем одно из его последних посланий, датированных непростым для нашей страны августом 20-го. Там есть слова о том, что нынешняя задача и долг нации – сохранить мир и согласие на родной земле. Это наша ответственность перед Богом и, самое главное, перед потомками. И добавлю, цените друг друга, берегите мир и свою страну. Всегда помните слова митрополита Филарета, которыми он заканчивал каждую проповедь. Спешите делать добро. Наши добрые дела будут наилучшей данью его светлой памяти. Субтитры подогнал «Симон»